Перекрёстки по-прежнему остаются опасными местами для водителей. Причём наибольшую опасность представляют регулируемые перекрёстки, особенно левые повороты на них. Несмотря на наличие всех средств организации дорожного движения, водители в очевидных ситуациях почему-то нередко допускают роковые ошибки. По статистике, более 80% столкновений транспортных средств в городах, приводящих к травмам или летальным исходам, происходят именно на регулируемых перекрёстках. Мало того, что скорость здесь нередко бывает высокой, так ещё и удар приходится, как правило, в самое уязвимое место – в боковую дверь. Большинство аварий на регулируемых перекрёстках случается в течение первых четырёх секунд после смены сигнала светофора, когда один из водителей старается успеть проехать на мигающий зелёный, а то и на жёлтый, а другому не терпится побыстрее начать движение. Да, если вы не тронетесь в ту же секунду, как загорелся зелёный, то водители, стоящие сзади, возможно, будут нервничать. Но согласитесь, это поправимо, в отличие от совершения дорожно-транспортного происшествия. Да, зелёный мигающий сигнал светофора разрешает движение, но максимальное время, оставляющее такое право водителю, составляет не более трёх-четырёх секунд. А это значит, что проезжать сам перекрёсток, тем более если он достаточно большой, вы будете на запрещающий жёлтый, а то и красный. Чего же ждать, если с поперечной улицы ваш коллега стартанёт на зелёный, как гонщик автокросса? Снижать скорость сразу, как замигал светофор, нужно ещё и потому, что остановиться при включении жёлтого сигнала без применения экстренного торможения, пожалуй, будет невозможно, тем более с учётом низкого сцепления с дорогой в зимний период. Необходимо помнить, что за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Действительно, иные водители возможную ответственность за нарушение правил проезда перекрёстка ставят выше собственной безопасности. Иначе как объяснить, что на перекрёстках с улицы Масленникова, о наличии видеокамер, на которых знают даже непосвящённые, не только на жёлтый, но и на мигающий зелёный, немногие решаются проскочить. Да и начиная движение, строго по правилам. Хотя и здесь случаются исключения. Видимо, ощущая строгий взор электронных полицейских, водитель ВАЗа принял довольно странное решение, так сказать, отмотать плёнку назад, вместо того, чтобы, убедившись в безопасности, закончить свой манёвр, тем самым освободить перекрёсток. А вот другие перекрёстки, где за водителями нет постоянного наблюдения, порой превращаются в полигон для игры в русскую рулетку, где каждый нарушитель зачем-то стремится вложить свой патрон в барабан, далеко не будучи уверенным, что тот не выстрелит. А между тем, не пересекать ступ-линию нужно отнюдь не потому, что это может кто-то заметить. Напротив, остановившись перед ней за 3-4 метра, опытный водитель получает возможность не упустить из виду тех, кто пытается проскочить на красный, а значит, уберечь себя от возможных неприятностей. Помните, основа вашей безопасности – это не только знание и соблюдение дорожных законов, но и умение предвидеть намерения других участников движения, даже если не нарушают ПДД. Удачи на дорогах! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!